Я там, я там. Я чувствую каждое движение. Каждую кнопку. Александр Костылев – профессиональный украинский киберспортсмен, известный под псевдонимом «Симпл». В столь юном возрасте Александр достиг неимоверных результатов в карьере и заслуженно считается лучшим игроком в Counter-Strike. В этом видео мы расскажем вам о талантливом геймере и его нелёгком пути к Олимпу Славы. Александр Симпл Костылев – как живёт один из лучших киберспортсменов мира и сколько он зарабатывает. Александр Олегович Костылев родился 2 октября 1997 года в Киеве в семье бывшего военного. У киберспортсмена есть брат Алексей, который старше его на 10 лет. Алексей провёл раннее детство в Германии, где на тот момент проходил военную службу глава семейства. А после распада Советского Союза Костылевы вернулись на родину и осели в её столице. Когда Саше было 4 года, старший брат познакомил его с игрой Counter-Strike. Один управлял мышкой, другой – клавиатурой, а потом они менялись. Игра настолько увлекла мальчика, что с каждым днём интерес к ней только приумножался. Вскоре он научился сам заходить в Counter-Strike, где пропадал часами. Только вот была одна проблемка – игроков было двое, а компьютер один. Наш герой вспоминает, что в детстве с нетерпением ждал, когда Лёша уйдёт на учёбу и доступ к компьютеру будет свободен. Правда, родителям Анжелике и Олегу Костылевым увлечение сына не нравилось. Ведь они боялись, что Саша будет плохо учиться в школе, поэтому главным наказанием за плохие оценки было лишение компьютера. Однако Костылев не только был отличником в школе, но и дополнительно изучал английский язык, делая большие успехи. Также парень много времени уделял футболу. Интересно, что несмотря на такое увлечение киберспортом, наш герой никогда не планировал стать профессиональным геймером, а мечтал о карьере футболиста. Отличник на уроках был настоящим сорвиголовой на переменах. Мама Саши рассказывала, что в начальных классах мальчик был очень активным и постоянно дрался с одноклассниками. Она даже призналась, что старалась приходить за сыном как можно позже, чтобы не встречаться с родителями обиженных детей, устав выслушивать от них о поведении своего чада. Правда, в старших классах Саша очень изменился. По её словам, он стал гораздо сдержаннее и стеснительнее. В подростковом возрасте Костылев начал посещать компьютерные клубы, где со своим лучшим другом Денисом в основном играл в Heroes of New Earth. Но в один из таких вечеров в клубе проходил турнир 2х2 по Counter-Strike, в котором Саша решил просто поучаствовать, но в итоге выиграл, получив в качестве приза дорогую гарнитуру к компьютеру. Несмотря на то, что практически все последующие турниры в этом клубе заканчивались для нашего героя победой, Counter-Strike оставался для него всего лишь развлечением. Так было до тех пор, пока в августе 2012 года не состоялся релиз новой версии игры – Counter-Strike Global Offensive, после выхода которой он всерьёз задумался о карьере в киберспорте. Парень начал ходить в компьютерный центр «Киев Киберспорт-Арена», где оттачивал навыки игры и присматривался к потенциальным соперникам. К тому времени в семье уже появился второй компьютер, а вместе с ним и возможность развивать свой потенциал. Кстати, родители стали снисходительнее относиться к увлечению сына и даже поддерживали его. В 2013 году 16-летний Костылев начал свою киберспортивную карьеру. Парню предложили стать участником «Микс-команды». Это временная команда, в которой могут играть незнакомые ранее геймеры. В составе «Микс-команды» Саша выступал под ником «Симпл». Спустя несколько недель Костылев получил предложение от бывших товарищей по игре принять участие в квалификации ЕСВЦ «Юкрейн-2013» в качестве рифлера команды «Лан-Доджерс». Саша согласился и в составе этой команды сумел занять почетное третье место турнира. Чуть позже «Симпл» выиграл значимый для себя турнир 1 на 1, после которого у команды появились спонсоры. А наш герой стал знаменитостью не только в школе, но и во всем городе. Во время матчей в «Лан-Доджерс» его замечает Андрей Городенский, известный под ником «Блэйд», который на тот момент являлся одним из лучших капитанов. «Блэйд» приглашает Сашу играть в составе своей команды «Кураж Гейминг». Игровой путь «Симпла» в «Кураж Гейминг» начался с победы на Кубке в Воронеже, с помощью которой он заявил о своем таланте на всю Европу. Костылев действительно показывал хорошие результаты в игре, но был крайне токсичным тиммейтом. Он вел себя очень эмоционально по отношению к товарищам и не скупился на грубые обвинения во время ошибок своих напарников. После игры страсти, конечно, утихали, но осадок оставался. И никто не хотел играть в одной команде с агрессивным подростком. Спустя два месяца таких конфликтов Саша сам решил покинуть «Кураж Гейминг». Правда, в будущем в интервью он неоднократно заявлял, что именно «Блэйд» оказал наибольшее влияние на его развитие как игрока, чему он безмерно благодарен. В феврале 2014 года Международная киберспортивная организация дисквалифицировала Костылева за читерство. Мошенническое применение внешних программ и дополнительных устройств. В результате Симпл не смог выступать на официальных турнирах, поддерживаемых американским разработчиком компьютерных игр Valve. Сам игрок объяснял, что получил бан по глупости, так как в свое время ради развлечения показывал другу, как играть с читами в Counter-Strike версии 1.6, и тогда еще не знал, что станет профессиональным игроком. Бан очень испортил репутацию Симплу. Его блокировали даже в тренировочных играх. Для возвращения он платил деньги, но его аккаунт вновь банили. Победы талантливого киберспортсмена списывали на использование читов, не убеждали организаторов и съемки игры на видеокамеру. Только играя за пределами дома на общих сборах он доказывал, что секрет его побед в таланте и мастерстве. Но парень не отчаивался и продолжал участвовать в других соревнованиях. В сентябре 2014-го Симпл пополнил ряды коллектива HellRaisers и помог команде войти в топ-8 на мейджоре DreamHack Winter 2014. К слову, мейджор-турниры считаются самыми престижными соревнованиями по Counter-Strike. В тот период Симпл начинает стримить и вновь умудряется испортить себе репутацию, воруя у других игроков скины ради забавы. Правда, со временем он принес извинения, но негативный осадок остался. Несмотря на то, что Костолев считался одним из сильнейших игроков команды, спустя 5 месяцев он покинул HellRaisers по ряду причин. Во-первых, все мейджоры были от ESL, той самой организации, которая забанила Симпла. И узнав о его попытке обойти бан, продлила запрет до 2016 года. Также никуда не делась проблема токсичности игрока. Во время одного из матчей Александр умудрился перейти все рамки приличия, отправив оскорбительное послание немцам. Поэтому организация приняла решение о трансфере игрока в другую команду. После ухода из HellRaisers в феврале 2015-го Костолев перешел в команду Dead Team, где его товарищем по команде вновь стал Blade. Спустя некоторое время команда начала выступать под тегом американской организации Flipside Tactics. В составе новой команды Саше удалось поиграть с топовыми командами со всего мира. Однако 2015 год не принес успеха молодому киберспортсмену, так как самые престижные турниры он пропустил из-за бана. В июле того же года Симпл и его команда отправились в Канаду на турнир в Монреаль. Но из-за проблем с визой один из игроков не смог туда поехать, в результате чего его заменил американский киберспортсмен Спенсер Мартин, выступающий под ником Хико. Во время турнира Симпл и Хико успели подружиться, что стало настоящей сенсацией. И большую часть игр друзья находились в верхней части турнирной таблицы, но проиграли в полуфинале. После поражения Костылев окончательно рассорился с партнерами по команде, считая их виноватыми в проигрыше на турнире. После этого он ушел из команды, оставив гневный пост у себя в социальных сетях. А вот новоиспеченный друг Спенсер Мартин вернулся в Америку, где начал играть за команду Team Liquid. В то время подошла к концу и учеба в школе. Покидая флипсайт, Саша заявил, что планирует взять небольшую паузу, чтобы немного отдохнуть от турниров и уделить время образованию. Ведь его родители, несмотря на то, что парень делал хорошие успехи в киберспорте, все же мечтали о том, что сын получит нормальную, по их мнению, профессию. Поэтому после окончания школы парень поступил в Институт иностранных языков, где учился на переводчика китайского. Однако пауза оказалась совсем непродолжительной, и спустя неделю Костылев вновь начал играть за команду Evolution. Правда, спустя месяц он ушел из коллектива и стал выступать за команду Worst Players. Также периодически он помогал своим бывшим коллективам Flipside и Hellraisers. К тому времени Саша успел сыграть практически за каждую украинскую команду, кроме одной, самой топовой – Na'Vi, куда его попросту не приглашали. Наш герой не отчаивался и в январе 2016 года принял судьбоносное решение. В один из вечеров он пришел домой и сказал родителям, что бросает институт, отучившись там всего семестр, и переезжает в Лос-Анджелес, куда его пригласил тот самый друг Хико играть за Team Liquid. А уже спустя месяц с Симпла был снят бан, и он мог свободно участвовать в мейджорах. На турнире MLG Columbus 2016, первом мейджор из Liquid, Симпл дошел до полуфинала, но команда так и не смогла держать победу. Костылев, мечтающий победить на главном турнире, болезненно перенес поражение. Ведь в возрасте 18 лет он мог стать самым молодым победителем в истории мейджоров. За время, проведенное в США, Симпл не искоренил свою главную проблему – конфликты в команде. После перехода в Liquid Александр сразу поссорился с некоторыми товарищами, был недоволен капитаном команды, а также нарвался на негатив со стороны латиноамериканских фанатов киберспорта. Наверное, единственным другом Симпла в Америке оставался Хико. Парни постоянно стримили вместе, а во время турниров эмоционально подбадривали друг друга. У друзей даже появилась своя фишка. Иногда они играли с никами «Симпл Хикович» и «Хико Симплович». Несмотря на то, что в США были лучшие условия и высокий уровень менеджмента, морально Саше было очень тяжело находиться там. Юноша скучал по дому и родным, поэтому спустя 4 месяца решил все бросить и вернуться в Украину. На родине он начал играть за Worst Players, но уже спустя месяц вернулся в Штаты. Так получилось, что из команды Liquid ушел один из игроков, а у Саши до сих пор был заключен контракт с американской организацией, поэтому именно его заявили в качестве замены на два турнира. Одним из которых был мейджор-турнир ESL1 колонн 2016. В четверть финале турнира Костелев встретился с самой сильной командой в СНГ – Na'Vi, которую одолел со счетом 2-1. Но по итогу соревнования его команда заняла второе место. При этом «Симпл» был назван звездой турнира, ведь в одном из матчей стал автором одного из ярчайших хайлайтов. В недавнем интервью Саша сказал, что это событие до сих пор является лучшим в его карьере. После турнира разработчики игры решили запечатлеть этот момент, создав граффити на месте события, а сам игрок набил татуировку. После такого успеха Liquid всеми силами пытались удержать Костелева в команде, но в августе 2016 года парень подписал контракт с украинской командой Na'Vi, в составе которой он мечтал играть с самого детства. Саша остается благодарным команде Liquid, которая научила его дисциплине и сдержанности. Но только в Na'Vi он действительно чувствует себя комфортно. Впервые в своей карьере. В составе новой команды «Симпл» в октябре 2016 года выиграл турнир в Нью-Йорке, а уже в декабре он был удостоен звания «Лучший игрок 2016 года» по версии портала Red Bull Gaming. Также Костелев стал самым ценным игроком и занял четвертое место в рейтинге 20 лучших киберспортсменов года по версии портала HLTV.org. Следующий год выдался сложным для игрока. Несмотря на то, что команда была одним из главных фаворитов мейджора, она вылетела уже в четвертьфинале и в следующем турнире даже не вышла в плей-офф. В 2018 году появились слухи, что компания СК планировала выкупить Александра и его коллегу Егора Васильева. По инсайдерским данным, сумма продажи могла составить 1 миллион долларов, однако сделка так и не состоялась. Осенью того же года Na'Vi приехали на мейджор в Лондон, где без особых проблем дошли до финала, но уступили команде «Астралис», которой на тот момент не было равных. При этом Симпл собрал все индивидуальные награды, в том числе стал лучшим киберспортсменом 2018 года. Но амбициозному геймеру этого было недостаточно. Его главной мечтой оставалась победа команды на мейджоре, ради которой он стал еще больше тренироваться. В феврале 2019 года на мейджоре Айем Котовице, который проходил в Польше, Na'Vi потерпели поражение со счетом по картам 2-1, проиграв в полуфинале финской команде Энц. Позднее Саша пообещает вернуться и одержать победу на этом турнире. Весной 2019 года Саша начал встречаться с Катериной Руденко, которая была дизайнером одежды в Na'Vi. Интересно, что многие фанаты снайпера хейтили девушку за то, что она может отвлекать его от тренировок и портить статистику. Эмоциональный Симпл не остался в стороне и заступился за Катю, сказав, что он и так тренируется около 10 часов в день, а возлюбленная его поддерживает в этом. Отношения пары действительно были теплыми, но скорее дружескими. Поэтому спустя полтора года Саша и Катя расстались, осознав, что не любят друг друга. В марте 2020 года у нашего героя появилась отличная возможность поднять кубок на турнире в Польше Айем Котовице 2020. Правда, этот турнир, в отличие от прошлого года, уже не имел статуса мейджора. Na'Vi одержали победу над французской командой G2 со счетом 3-0. Вместе с кубком команда забрала с собой 250 тысяч долларов, а наш герой был назван самым ценным игроком турнира. В конце 2020-го стало известно о романе Костылева со стримершей Ариной Бердниковой, известной под ником Оринян. Общение молодых людей завязалось благодаря стримам, и во время одной из таких встреч они поцеловались в прямом эфире. Уже в начале 2021-го пара рассталась, но вскоре возобновила отношения. Некоторое время возлюбленные даже жили вместе, но постоянно сходились, расходились, пока осенью того же года окончательно не расстались. В ноябре 2021-го мечта Симпла наконец осуществилась, и его команда стала победителем мейджора PGL Major Stockholm 2021. Для этого лучшему игроку понадобилось 10 попыток. После победы Симпл радовался больше всех и даже плакал, ведь это самый важный момент в его карьере. Кстати, тренером команды является тот самый Блэйд, который сыграл не последнюю роль в жизни Костылева. Na'Vi вошла в историю как единственная команда, выигравшая главный турнир по Counter-Strike без единой проигранной карты. При этом сам турнир стал самым просматриваемым мейджором. В гранд-финале пик зрителей составил 2,5 миллиона человек. По итогам года Симпл был назван самым ценным игроком турнира, а также лучшим киберспортсменом. А команда Na'Vi забрала с собой миллион долларов. Осуществив заветную мечту, Саша не планирует останавливаться и уже наметил себе новую цель. В ближайшие 10 лет он планирует стать тренером. Также он хочет поднять киберспорт в Украине на самый высокий уровень. Сейчас украинец находится в Португалии, где готовится к новым турнирам. Пользуясь своей популярностью, киберспортсмен вместе с коллегами, в том числе из России, уделяет особое внимание политической ситуации в мире, призывая Путина и поддерживающих его позицию россиян одуматься. Расскажите своим родным, близким и друзьям о том, что на самом деле происходит в Украине. Покажите им фото и видео происходящего и погасите их равнодушие. Для этого киберспортсмены записали видео, которые распространяют в своих социальных сетях. К слову, в Инстаграме на Сашу подписано 1,6 миллиона человек, в то время как на платформе Твич за его стримами наблюдают 3 миллиона подписчиков. В первые дни войны Костылев выделил более 50 тысяч долларов в качестве благотворительного взноса армии Украины. На сегодняшний день Александр является миллионером, хотя начинал он с малого. Играй за команду Кураж Гейминг, он зарабатывал 300 долларов в месяц. А переехав в Штаты в Ликвид, его зарплата выросла до 3,5 тысяч долларов. Вернувшись на родину в составе Na'Vi, он получал 7 тысяч долларов ежемесячно. Ну а если команда входила в топ-3, гонорар повышался до 15 тысяч. По некоторым данным, в последние годы Костылев получает уже 40 тысяч долларов в месяц. Только за прошлый год Саша заработал более полутора миллионов долларов, которые включают в себя зарплату, призовые, спонсорские контракты и доход от стримов. Также Геймер является соучредителем компании NinjaSushi, которой владеет его брат. Александр является многолетним амбассадором процессоров AMD. Также парень получает деньги за эксклюзивного персонажа с его обличием в игре Red Shadow Legends. Интересно, что заработанные деньги парень отдает родителям, оставляя себе только необходимую для жизни сумму. Несмотря на то, что за Симплом закрепилось звание самого конфликтного геймера, за пределами игры он производит наилучшие впечатления. Являясь открытым и позитивным человеком. Своим родителям Саша купил огромный загородный дом, а себе приобрел квартиру в Киеве, которая сейчас пустует. В квартире есть просторная гостиная, небольшая спальня, ванная, гардеробная и, главное, уголок для стримов. В 2021 году Костылев купил себе Porsche Taycan Turbo S стоимостью около 700 тысяч долларов. Ранее парень ездил на Audi A5. Также наш герой подарил автомобиль BMW X3 стоимостью около 200 тысяч долларов своему отцу. Путь Симпла к званию чемпиона мейджора был непростым. Он пережил множество неудач, но все же смог стать лучшим из лучших. Как вы думаете, в чем секрет его успеха? Все, ребят, спасибо всем, кто смотрит это видео. Подписывайтесь и болейте за нас. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.